Всем привет, друзья! С вами VGDream и это Lost Ark. Погнали! Данный обзор будет исключительно на демо-версию продукта, которая еще до конца не вышла и вполне возможно будет изменена в будущем на релизе или ближе к релизу. Но, как известно, первое впечатление самое главное и встречаем по одежке, а провожаем уже как получается. На данном этапе игры в нашем распоряжении всего 4 класса персонажей. Механист, Министрель, Аватар и Берсерк. Всего же доступно 12 разнообразных классов персонажей, хотя некоторые из них примерно одинаковые, но у них есть небольшие особенности и отличия в скиллах. Я не стану рассказывать, чем отличается тот или иной персонаж, поскольку данное видео это обзор и впечатление от игры. Первое впечатление, которое я сложил, поиграв в нее примерно где-то часа 2-3. И я не претендую, что данный обзор является панацеей для людей, которые на карьере наиграли уже целую кучу часов и все прекрасно понимают и знают про эту игру. Еще раз повторюсь, данный обзор это первое впечатление об игре человека, который с ней первый раз столкнулся. Погнали. Я не являюсь графодрочером и графику далеко не ставлю на первое место, но первое что бросается в глаза это довольно плохая графика. Да, издалека она кажется неплохой, но как только ты выходишь в город или приближаешь, выглядит все это просто ужасно. Если честно, меня все время не покидало ощущение, что я играю в какой-то порт с мобильного телефона, потому что графика и управление реально выглядит так, как на мобильном телефоне. И такое ощущение, что эту игру изначально разрабатывали именно под мобильные телефоны или планшеты, а уже потом случайно перенесли на ПК. По стилистике было такое чувство, что я исполнил мечту многих и вернулся таки в свой 2007, и при этом посмотрите, графика и вид такой, как в стареньких корейских MMORPG. Не знаю хорошо это или плохо, тут вкусовщина не на любителя, но мне честно говоря как-то уже немножечко поднадоело такое. Пресет графики стоит самый максимальный, фпс ограничил специально, а на самом деле фпс где-то в районе 150 и 140 держится довольно стабильно. Но да ладно, бог с ней с графикой, это все дело вкуса и дело привычки, так же как и с управлением. Поначалу я конечно сильно путался, потому что управлять мышкой я на самом деле уже отвык, последний раз я управлял мышкой уже даже и не вспомню когда, поскольку довольно долгое время, уже 5 лет играя в Black Desert, и те кто сталкивался с этой игрой знают, что управление там не на мышке. Да и к нажиманию обычных скиллов на буквах я уже отвык. Да это конечно все дело привычки, но тем не менее предупреждаю сразу что какой-то тут мегакласс я показывать не буду, да и не для этого обзор. Турелька, которую вы сейчас наблюдаете к слову, это ульта персонажа. Касательно управления и касательно скиллов, все так как было когда-то давным-давно. Кому-то это понравится, кому-то нет, тут субъективно судить просто невозможно. Но в целом это крайне старорежимная RPG с очень старорежимным управлением и скиллами. Если честно, даже спустя один час игры впечатление было такое, что все сделано очень дешево. Звуки, анимации, происходящее на экране, подача сюжета, все это мы уже видели столько раз, но опять же это все мое субъективное мнение. Субтитры создавал DimaTorzok Такая крайне странная попытка, знаете, вот нагнать пафоса такой вот музыкой под непонятно, что происходящее на экране, при том, что все выглядит настолько старо и настолько, видимо, тысячу раз, что как-то даже странно становится. Что же касательно данжей и того, как здесь развивается игра, насколько я знаю, а я поспрашивал у людей, которые уже играли на Корее довольно длительное время, гринд, гринд, донат, гринд и донат. И вы справедливо скажете, что, ну так же везде. Да, я отрицать не буду, так действительно везде и это не минус и не плюс, это просто как жанр игры такой, гриндилка корейская. Это было скорее сказано для того, чтобы вы понимали, что здесь ничего революционного в этом плане пока что тоже не придумали. В игре классическая система данжей, причем данжи здесь полностью коридорные, свернуть направо-налево тебе нельзя, вот у тебя есть небольшая карта, ты по ней идешь вперед и все. И мало того, если ты прошел вперед, ты даже назад вернуться не можешь, то есть коридорность 100%. Все красивые сцены в данжах скриптованы, это касается не только вот этих начальных демо данжей, это касается всех данжей всех уровней. То есть весь этот эпик, который вы видите в трейлерах, это все скрипты. Как только они заканчиваются, вы совершенно стандартно начинаете бить целую тонну мобов, которые на вас выкидывают. Обычный гринд и не более того. Естественно данжи отличаются по уровню и отличаются по тяжести прохождения, это как бы так понятно. Ну и поскольку здесь классическая система, есть танки, есть хилы и прочее, то пати придется подбирать правильно, чтобы каждый выполнял свою роль, разумеется. То есть опять же полная старорежимность старых рпг. Но для любителей посидеть в дискорде с друзьями и паулу локоть и пройти какой-нибудь данж, я думаю это вполне может зайти. Но вам придется бить мобов, бить данж один и тот же по многу раз, то есть на самом деле на любителя. И насколько я понял, здесь надо донатить для того, чтобы попасть в некоторые данжи, потому что билеты на них стоят денег. Точнее снятие отката стоит денег, ну и как вы поняли реальных денег. Есть ли возможность или будет ли возможность в дальнейшем брать это за игровую валюту, пока не знаю. То есть в принципе вот и вся ПВЕ часть, и на этом даже можно ее и закончить, потому что в миру бьете мобов, то что вы сейчас видите на экране, и в данжи бьете мобов, то что вы сейчас видите на экране. Да, какие-то сложнее, какие-то легче, да, какие-то в пати какие-то соло, но суть всегда одинаковая. Вы делаете вот то, что вы видите на экране нон-стопом, без перерыва. Как и везде. Не, ну конечно справедливости ради я могу сказать, что тут есть крафт, тут можно прокачивать умения, тут можно зарабатывать с помощью ПВЕ, именно какой-то торговли и прочее, но это немножко другая система ПВЕ. Я сейчас говорил конкретно про мободрочь. Касательно балансов классов. Как и везде, конечно же его нету, один на один во всяком случае. Понятное дело, что 12 классов и сделать из этого баланс, особенно тогда, когда игра еще толком не вышла, довольно тяжело. Но не нужно далеко ходить, чтобы сказать, что это даже когда пять лет проходит, не меняется никак. В игре так же не обошлось без моря, но выглядит оно здесь тоже довольно своеобразно. Ну скажем так, опять же как порт с мобильного телефона, если честно. Разумеется, можно выполнять разные морские задания, можно находить разные острова и можно добывать всякие ресурсы и заниматься морской торговлей. Но выполнено здесь все механики, которые есть в современных играх, например взять тот же Black Desert, но при этом выполнено все это здесь вот так. Я не знаю, честно говоря, чем это может быть лучше того, что уже есть на рынке. Но тут опять же дело вкуса. Поскольку, в общем-то, данная игра не привносит ничего нового и просто эксплуатирует то, что мы уже и так знали до этого, но, грубо говоря, хорошо забытое старое – изометрия. Вот на секунду, представьте в этой игре вид от третьего лица. И весь шарм, который мы видим в изометрии, тут же пропадает. Это единственное, что отличает эту игру от основной массы похожих игр на рынке в данный момент. Ну, не считая разве что поэ, но это немножко другое. Грубо говоря, играют на ностальгии по Диабло и прочим подобным играм. На что, кстати, больше людей повелось, то что вау, она в изометрии, я типа соскучился и пойду поиграю. Может показаться, что я слишком предвзято отношусь к игре? Да, возможно это так. Но просто понимаете, когда игра совершенно стандартная, копирует совершенно все, что есть на рынке, при этом выглядит откровенно хуже многих своих конкурентов и берет только тем, что у нее изометрический вид, это как-то, блин, ну не знаю, нехорошо что ли. Отдельная история про локализатора, Майлру. Я думаю, что никому не стоит объяснять, а те, кто не понимает, скажем так, Майлру не самый удачный локализатор для большинства MMORPG и лучше бы никогда не бралось за MMORPG в целом. Тут, я думаю, с моим субъективным мнением согласятся процентов 99. Потому добро пожаловать на Евро и возня с VPN, ну или терпеть Майлов. Тут, как говорится, два варианта. Не, ну конечно есть еще Корея, но это уже, не знаю, на любителя. Подведем итоги по ПВЕ. ПВЕ стандартно, мобы данжи. Данжи не совсем стандартны по нынешним меркам, но стандартны по старым играм. Разная сложность, собираем пати, собираем правильно, каждый делает свое дело. Есть такие данжи, где тупить не должен никто, либо вы их никогда не пройдете, то есть в этом плане есть челлендж. Также нужно правильно настраивать скиллы под данжи, но про это я расскажу чуть-чуть попозже, касательно скиллов. Разумеется, есть квесты, ну и как я уже говорил, стандартная ПВЕ-система, наподобие крафтов, умения, там сборов разных и так далее. Ну, все, что мы видели уже в миллион игр, в принципе, здесь это все тоже реализовано. Я думаю, даже рассказывать смысла нету, оно здесь, как я уже говорил, все совершенно стандартно. Третье! О, я не думаю, что мы можем сделать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok Честно, разве это выглядит, блин, как ААА проект или что-то в этом роде, как разработчики там заявляют, мол, игру, которую прям ждали и так далее, и я хрен его знает, но как-то так, ребят, как-то так. Я очень много вам вырезаю, потому что, если честно, там такой бред, что мне даже самому-то было скучно все это смотреть и делать, а вам, я думаю, уж тем более. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 ДимаTorzok